Итак, ребята, всем привет! Очень интересная тема у нас сегодня с вами. Microsoft заявила, что завершает поддержку Windows 10 21H2, это Vibranium 4, 13 июня 2023 года. И очень активно пропагандирует обновление до Windows 11. Хотелось бы на эту тему поговорить. Да, действительно, 13 июня 2023 года, то есть это уже скоро, это у нас через 3 недели примерно, да, закончится поддержка. Основная поддержка. Расширенная поддержка 21H2 будет осуществляться до 11 июня 2024 года. А Long Time Support, это LTSC, до 13 января 1932 года. Что я вообще думаю по этому поводу? Я скажу свое мнение, соглашаться с ним или нет, это уже решать вам, то есть я здесь могу только высказаться. А соглашаться со мной или нет, это полностью ваша инициатива, ваше решение. Если вы не хотите Windows 11, я бы обновил 21H2 до 22H2, то есть Windows 10 2022 Update. Потому что Windows 10 2022 Update у нас будет поддерживаться до 14 октября 2025 года, она будет поддерживаться. Но уже не будет LTSC, вот всего этого. Потому что этой версией Windows 10 2022 Update Microsoft завершает, закрывает, скажем так, версию Windows 10. Также СМИ писали, что журналисты, специалисты предрекают Windows 10 судьбу Windows 7. Windows 11 настолько промежуточная, что десяткой будут пользоваться, как и семеркой. То есть семерка, у кого-то до сих пор стоит семерка, люди не парятся. Пользуйтесь семеркой и все. Поехали дальше. У меня еще есть несколько слов, которые я хотел бы сказать. Microsoft Windows 11. Версия 21H2 Cobalt. То есть самая первая версия Windows 11. Значит, ребята. 10 октября 2023 года. Поддержка этой версии, основная, завершается. 10 октября 2023 года. Расширенная поддержка будет до 8 октября 2024 года. То есть, мои рекомендации на этот счет. Поставить обновление 22H2. Поддержка 22H2 Windows 11 закончится 8 октября 2024 года. А расширенная в 2025. А этой осенью у нас выйдет 2023 апдейт. Windows 11 23H2. Никель. Ревизия 2. То есть, скажем, часть 2. Сейчас она находится в круге девелопе. Осенью ждем 2023 апдейт. Кто не поставил 22H2 Windows 10. Ставьте, система прекрасно работает. И на старых компьютерах тоже. Вот она, 22H2. Последняя сборочка. 19.045.30.30. По-моему, из канала релиз-превью. Сейчас я посмотрю. Да. Последний билд. Общедоступный. Это 19.045.2965. А в релиз-превью у нас 19.045.30.30. То есть, прекрасно работает десятка. У меня здесь, к слову, уже Windows 11 из релиз-превью. То есть, это основная моя система. Это у нас Кенери. То есть, это тоже. А это для файлов, для игр, для всего. Вот. Я не призываю никого прислушиваться. Но желательно. Поставить обновление для Windows 10 и Windows 11 22H2. Чтобы получать поддержку. Также, когда выйдет обновление 23H2 для Windows 11. Будет ролик на канале тоже. То есть, мы все будем обозревать. Рассказывать, как это работает. Стоит ли обновляться. Все это будет. На данный момент я рекомендую 22H2 Windows 10 и Windows 11. Таким образом, вы избежите окончания поддержки. Вы будете получать стабильные патчи. Windows 10 и Windows 10 22H2 последнее. Я, помните, снимал видео, что будет еще 23H2. Но это все оказалось неправдой. 22H2 для Windows 10. Это уходит эпоха, скажем так. Это последняя версия. Если ролик был полезен, ставим лайк. Подписываемся на канал. Подписываемся на Discord сообщества. Ссылочка будет в описании. В первом закрепленном комментарии. Также есть в описании YouTube канала. Также мы запустили аудиоподкасты. Пока они выходят на SoundCloud. Ссылочка также будет в первом закрепленном комментарии. Если хотите поддержать проект, у нас есть Boosty. Всем пока. До встречи в новых роликах.